Мальчики с девочками вот так вот танцевали, вы помните, да? То есть, как бы... Ну, мне кажется, даже ежа можно учить этому ритму, не то чтобы меня. Вот ты живешь, и ходишь на такой балкончик, да? И вот тебе, пожалуйста... Ну, блин, это же зашибись, ну и хрен с ним, что нету. Канди... И вот здесь вот они, соответственно, наслаждались этим видом и этим вечерами. Тут даже, видите, есть названия сохранились старые. Вот они, вот эти, видят, кровати, вот они. Это еще нормальная кровать, они же бывали еще продавленные такие. 20.00 стиляги-шоу. Вау! Вот это вот чистый сталкер. В Багдаде все спокойно, а в Алуште, мягко говоря, не жарко. Вообще, я собирался сделать такой, знаете, кривический выпуск. Сходить в музей местный. Подтягивался тут на турниках, подошел местный житель. Узнал меня, мы разговорились. Здесь он сказал, что в этом самом музее директриса очень такая... Правильный такой кривет, горит родным краем. Я думаю, схожу, пообщаюсь с ним, может, даже интервью возьму. Приехали мы туда, музей на ремонте. Звоню, директор в отпуске. Но, думаю, это успех. Поэтому сегодня вас ждет проход по местам. Ну, я обычно, знаете, что сделаю? Я как бы сопровождаю свою информацию какими-то краеведческими сведениями историческими. Поэтому сегодня не совсем экскурсия. Рассказывать тут особо нечего. Вот здесь мы, например, находимся на территории 2015 год. А лучше-то... Где же я тут видел-то детский оздоровительный лагерь? Какой он тут был? Режим дня. Олимп. Вот. Дол Олимп. Абсолютно заброшенный объект. Как заброшенный. Сюда шарятся туристы. Единицами на самом деле. И мы можем погрузиться в атмосферу, которую я еще помню. Я работал диджеем в пионерском лагере. И потом еще вожатым. Ну, так получилось. Это давняя история. Тогда уже не было пионерских лагерей. В пионерский лагерь еще я застал ребенком. Проводилось свое время, конечно, не в таких кошерных местах. А в Карелии, за Выборгом, за Каменогорском, не доезжая до Светлогорска. И, соответственно, вот таких пейзажей у меня, конечно же, не было. А вот это вот, дол Олимп, это были, конечно, блатные варианты. Мы, все дети Ленинграда, мечтали попасть в Артек. Нам казалось, что там круто. И там действительно было круто. Мы все смотрели фильмы «Приключения Петрова и Васечкина». И поэтому, когда я первый раз сюда попал, а попал я сюда совершенно случайно. Дело в том, что это город Алушта, на всяких случаях, как я уже сказал. И до этого я ходил в поход традиционный в Крымских горах. У меня обычно там 5-6 дней поход. Потом я спускаюсь. Буквально один день на скалах, в бухте между веселым и новым светом. И потом я прыгаю обратно в Питер. Мне вот эта вся пляжная история нахрен не нужна. Но в данном случае я немножко подзадержался, потому что решил, наконец, побывать на море. В классическом виде. И был шторм. В самый первый день, когда я приехал в Алушту, был шторм. Ну, как шторм. Мы в такой шторм прекрасную купаемся. Но здесь пляжи были закрыты. Мы поехали искать дикий пляж. Вот в эту сторону. Диких пляжей мы не нашли, а нашли вот это. Абсолютное запустение. Но есть реликты, которые, честно говоря, тронули мое скупое мужское сердце. Вот погода такая. Собственно, почему в таком первобытном виде? Потому что мне, честно говоря, даже в футболке жарко, если честно. Пользуясь случаем, что здесь никого нет, я особо никого смущать не буду. Хотя, конечно, смутить в Алуште кого-то голым торсом, это надо постараться. Ты тут ходишь, и тут вот это вот вся классикл стайл, пивасик, эти как их там, плавочки, шлепочки. В общем, это все нормально. Здесь есть на самом деле целый конгломерат, целый кластер заброшенных объектов. Не только вот этот пионерский лагерь, но и турбазы. И когда я вот разговаривал с этим местным жителем, он сказал, что да, действительно. Причем я им писал, какие турбазы я видел. Они есть. Дал мне какие-то даже характеристики. Я погуглил, нагуглил несколько видео разных блогеров, причем не про эти объекты, а про другие. Я хочу сказать, что я такой формат не очень люблю, когда ты идешь и что вижу, то пою. Я все-таки гид, а не сталкер. Но меня настолько поразило вот, например, вот это вот. Мы причем были же с той стороны. Это, судя по всему, столовая. Там есть сцена. Может, даже туда спустимся, посмотрим, если сил хватит. Там есть сцена. И вот представьте себе, да, вот эти вот счастливые дети. Вместе с их, не знаю, насколько счастливыми или не счастливыми вожатыми. Потому что вожатым работать на самом деле был геморрой. Я им не завидовал абсолютно. Это очень большая ответственность за ребенка, за каждого. А дети, как вы понимаете, они, особенно когда вне родителей, особенно когда в период пубертата, то они, ну, не надо вам объяснять, какими вы все были, да? Вот. И вот здесь вот они, соответственно, наслаждались этим видом и этим вечерами. Тут даже, видите, есть название, сохранились старые. У акации. Я предполагаю, что здесь была какая-то цветная надпись, скорее всего. Да, естественно, поскольку я ходил в поход, я даже не брал с собой стабилизатор никакой. Поэтому я снимаю вот по старой схеме на палке, го-прошечка. Я там, конечно, выставил стабилизацию 10%, посмотрим, что она даст. Но, в общем, сорян вот для этих вот перфекционистов, которые говорят, что картинка трясется, у меня сейчас будет шок. А вот это корпуса с видом на море. Да, то есть вообще за такие вещи платятся отдельные деньги. Вот они. Я думаю, кстати, если мы здесь по лестнице полезем, мы обратно там и вылезем, перелезем из-за штан. Жили счастливые дети вплоть до 2015 года. Если судить по последней надписи, которая там была написана, нарисована, скамейки. Все такие уже... А, но здесь еще плотненькие, а там вот прям прогибаются. Древесина. Все такое немножечко вот уже... Я думаю, сюда, конечно же, надо приехать в каком-нибудь ноябре. У меня вообще вот в этом году есть мысль свалить куда-нибудь из Питера. Ну, я обычно езжу, я вожу группы, как вы знаете, там и в Париж, и в Берлин. Вот Вену должен был везти, но по понятным причинам это все накрылось. Да и слава богу, потому что, собственно, сейчас уже такой поток идет здесь, в Питере и Москве, что, может быть, и не до этого. Но я всегда пользуюсь возможностью выезжать в какие-то теплые места. Потому что Питер в ноябре и декабре это ужасный город. Вот при всем моем патриотизме местечковом, но тем не менее. Я вот уже подумываю о том, чтобы свалить либо в Севастополь к своим зрителям, либо вот в Сочи, либо вот сюда в Алушту. Нашел тут прекрасный вариант размещения и так далее. Вот смотрите, Розарий там, например, да? Сейчас мы туда попробуем поднимемся. Тут охрана, наверное, живет, судя по стульям и полотенцам. Ну, тут все закрыто, понятное дело. Ну, там видно, что там коридорная система и в конце туалет. Да, ну, а там уже тупик, он от тупик. Здесь была, судя по всему, граница конкретно этого лагеря. Но он дальше переходит в турбазу. Вот тут я предполагаю, я предполагаю, что была местная такая, знаете, всегда в пионерских лагерях был такой уголок, где народ по вечерам сидел, поскольку здесь, тем более, вход. Вот, и здесь сидели такие, ну, не знаю, чтобы это центровые, но кто-нибудь. И обсуждали всевозможные терки, кто с кем мутит вот на той скамеечке. Можно даже покуривали, я не знаю. Ну, покурили, скорее всего, не здесь, конечно, подальше. Кто с кем мутит и так далее. То есть вот это, я думаю, был такой, как бы, негласный штаб тусовочный. Вот они, розы, посмотрите, какая прелесть. Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит и заград. Но это Анна Ахматова пролетний сад, а тут вот такая вот прелесть. Пошли обратно. Я, причем, уже оказавшись здесь, в Алуште, и начав вообще смотреть, что здесь было, я сниму отдельный выпуск вообще про вот про русу туризму и про то, насколько никому ничего не надо. Ни про историю, ни про все остальное, потому что я тут зашел в местный магазин, нету даже ни одной нормальной книжки про Алушту. И не потому, что их некому написать. Я абсолютно уверен, что их есть кому написать. Вот это вот мне очень нравится. Видите, кактусы. Тут надо, знаете, в таком сомбреро. Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тай-да-тай-да-тай-да-тай-да-тай-да. Привет Оле, которая вышла за мексиканца замуж и теперь живет там, если она посмотрит это видео. Да, и я, например, набрел на фамилию Стахеева. Дело в том, что в Москве на Басманной улице есть особняк стахеевский, который связан с некой там легендой про то, что, мол, Стахеев был прототипом киса Воробьянинова. То есть это был действительно очень богатый отделанный особняк. Стоил он там миллион рублей. И типа Стахеев туда приехал за своими богатствами и его там поймали, привели к Держинскому. И вот типа он с Держинским там какой-то паритетный договор заключил, пошли сюда поднимемся. Его отпустили, ну а на деньги построили ДК Железнодорожников на Комсомольской площади. Это все, конечно, бред сивой кобылы на самом деле. Но суть в том, что вот Стахеев именно здесь, в Алуште, вот из этого захолустья сделал абсолютно курортную зону. Он тут построил причалы, набережную обустроил, дороги прокладывал по своим землям, да, то есть выделял куски своей земли и прокладывал дороги. Вот видите, корпус номер три. Кто шагает дружно в ряд, пионерский у нас отряд. Там сортиры видны, сортиры с унитазами, хочу заметить. А там еще пошли посмотрим. Вот, и здесь есть его музей, куда я планирую там сегодня-завтра сходить. Стахеев очень много еще построил, еще и в Ялте. Ну что, залезем сюда? Добро пожаловать или вход запрещен? Ну, если я пролез, то и оператор пролезет. Судя по всему, это актовый зал. Обязательный атрибут любого детского оздоровительного впоследствии изначально пионерского лагеря. Вот такие типичные кресла. Они, скорее всего, были, знаете, вот такие вот, вот такие вот, я не знаю, как это называется. То есть рядами там они по шесть штук складывались. Здесь были, наверное, дискотеки. Мальчики с девочками вот так вот танцевали, вы помните, да? То есть, как бы, самая большая круть была девочку реально приобнять. Когда девочка тебе руки могла положить сюда, прямо на шею, а ты ее так вот приобнимал. Даже за зад ее девичью держал. Это прямо было круто. Хотя, конечно, в 13 лет ты даже ни о каком сексе еще пока вживую не думал. Я имею в виду, что ты можешь это сделать. Я помню, что я с одной девочкой танцевал первый раз. Это был мой первый экспириенс, именно не в школе. И от нее как-то странно, я думал, что она яйца, что ли, ела? Что-то как мне пахло. Потом я просто понял, что это запах пота. Я предполагаю, что от меня воняло еще хуже, если честно. Потому что в советских лагерях пионерских вы мылись строго раз в неделю. Это, кстати, большая загадка. Ой, смотрите-ка, да, надпись. Мы салушты. Первый К без изменений. Вторая, вообще-то, смена, может быть, нет? У Кристины три ноги. Гриша ходит, как пингвин. Саша, Женя, ерунда. Знаем долго навсегда, а дальше писать лень. Ну, вот такой. Здесь была, хотя вас и не волнует, кто здесь была. Оболонь форевы. Ну, мне кажется, что это уже надписи, на самом деле, пост всякие. Ну, была, конечно, тенденция писать, оставлять свои ремарки на различных... А тут, собственно, можно было нормально зайти. Да, то есть, вот отсюда был вход. То есть, это, наверное, какой-то дополнительный вход. Вот там и не пойдем. Ну, вот здесь, конечно, самое время и место снимать какие-нибудь клипы. Меня несколько раз люди писали, типа, Павел, а вот вы можете порекомендовать какую-то локацию, вот вы будете там по всяким дворам, чтобы был бы такой прямо трэш-трэш-трэш. Ну, я даю адреса, но это снова в Питере происходит. А вот вам, пожалуйста, готовая локация. Ставишь вот сюда вот так вот группу и снимаешь. Обратите внимание, какая красивая... О, Господи, картина сверху представит. Я вычитал, что какой-то пионерский лагерь в Алуште отдали Чечне. И она планирует здесь на 450 детей сделать... Я, кстати, верю, в Чечне сейчас немало денег, которые перетекают от нас. Силовые установки. Ой, вкл-выкл. Понимаете? Это я тоже помню. Я же работал диджеем, и моя обязанность входила, соответственно, обеспечивать дискотеки. То есть я ставил звук, следил за светом, и нужно было, конечно, вот это вот все делать. А вот это, это включались, выключались, соответственно, секции световые, как правило. Я не знаю, как здесь все организовано, но в моем лагере было так. Вот это стекло очень характерное. Вы помните его, да? Я вот лично помню. Здесь даже какой-то декор был. Вот видите, тут все было оформлено Майлстоун. А вот там, смотрите, какие панельки чудесные. Лепнины в чистом виде. Это алабастер, наверное, какой-нибудь, судя по всему. А вот какая прелесть. Окно. Мы такие места в кионерском лагере называли малоиминеточные. Не знаю, как это здесь называлось. Так, ну ладно. Вылезем тогда отсюда, так же, как мы и залезли. А, ну да. В принципе, мы можем здесь вылезти прямо туда. Пошли. Перелезем. Вот это вот какое-то подсобное, судя по всему, помещение. Ну, здесь, наверное, был какой-нибудь завхоз. А здесь был, соответственно, там местный какой-нибудь деятель. Потому что, видите, здесь сохранены все вот эти вот штуки. Мы обычно первым делом, когда заезжали в пионерский лагерь, шли на двор завхозный и выцыганивали себе щиты. Кровати. Я не знаю, помните ли вы или нет, какие они были. Сейчас посмотрим, может, тут какие-то есть еще реликты. О, божечки, кошечки. Вы посмотрите, какая прелесть. Телефон. Есть такой, знаете, ну, тупой, но в тему анекдот. Алло, это номер 9999999? Да, что вы хотите? Позвольте скорую. У меня палец застрял в диске. Вот. И кровати, дело в том, что они все были, ну да, это явный склад какого-то технического работника, сантехника, электрика и все на белом свете. Кровати же были вот такие вот все, да, вот они на этих, на пружинах. И мы, значит, у нас у всех был сколиоз, у всех, ну, и у тех, кто не первый раз в лагерь ездил, да, мы говорили, что у нас, в общем, проблема. Сначала мы говорили, что проблема спина, потом ничего не говорили, мы просто приходили и говорили, дайте нам щиты. Нам давали щиты, и потом была задача выцыганить как можно больше матрасов. Ну, чтобы ты исполнил на одном матрасе, хотя бы было два-три. Его, соответственно, мы клали эти щиты. Сверху несколько матрасов, и вот таким образом у нас появлялось VIP-жилье. Общество с ограниченной ответственностью, какая-то вот фирма. Ну, вот это, да, вот это, судя по всему, помещение уже какого-то технического, не знаю, административного и прочего персонала, который сверху тут наблюдал за ними, за всеми. Ну, что, полезли здесь, чтобы совершить круг почеты. Давайте, товарищ оператор. Вот здесь в него вход, на самом деле, в этот лагерь. Я вам сейчас покажу очень забавную надпись. Правда, мне сказали, что такая надпись есть в интернете, в других вариациях. Но здесь какой-то очень креативный чел живет, или семья. Тут все такое вот. Вот это вот. Я ее даже запостил. Ну, смешно, собственно. Там дальше есть Барби, вы не поверите. Барби в домике, в прянике. Вот там вот она. Сейчас мы сходим еще раз туда, только теперь же пойдем другим путем. Чего я никогда не понимал в пионерских лагерях советских, чего я точно так же не понимал никогда в советской армии, это почему мыться можно только раз в неделю. Ну, особенно летом, особенно, как бы, когда детей активный образ жизни, вы же понимаете, там мы постоянно играли. Мы в футбол играли, мы там возились, в теннис играли, носились постоянно. Дети – народ активный, в отличие от некоторых товарищей взрослых. Вот. Так вот, нам приходилось, соответственно, ублажать всячески завхоза, чтобы он нам подогрел воду в душевых. И там включался какой-то бойлер, она грелась. И для этого нужно было, ну, вот, какой-то к нему подход иметь. И если ты помылся еще хотя бы один раз в неделю, помимо того раза на выходных, как правило, когда ты мылся, то это уже был успех всяческий. При этом, допустим, технический персонал, там всякие поварихи, они мылись чаще, по понятным причинам, да? И мы им крайне завидовали. Так вот, я просто недосказал. Я там увидел унитазы, ребята, унитазы. В моем пионерском лагере никаких унитазов не было. В моем пионерском лагере были деревянные такие сараи, там вот такие дырки. Ты туда так вот в позе орла садишься. И я помню, что когда к нам... Это уже было, кстати, не в... Так, мы шли туда, пошли сюда. Тут, собственно, выход. Здравствуйте, а что сейчас здесь находится? Лагерь. По-прежнему лагерь? Нет, ну, не функционирует, но есть. А есть надежда, что зафункционирует? Не знаю. Не знаете? Понятно. Там уже бывшая турбаза, да, находится сверху? Такая. С такими корпусами полукруглыми, да? Ну, это и есть вот это все. А, подождите, там турбаза, а мне же уже лагерь Олимп. Или это одно и то же? Олимп это одно и то же. А, это... Война? А, то есть там были корпуса для взрослых, а это... Да. Для детей. Это вскоре. А я правильно понимаю, что в 2015 году это все, примерно, закончилось, да? Да. Ясно. Ну, ладно. Пошли наверх тогда. В общем, когда я уже работал в детском лагере Бригантина в Лосево, и там были точно такие же туалеты, туда приехали какие-то американские проповедники, и они были, конечно, в дичайшем шоке от этих туалетов. То есть, когда они первые рассказали, где туалет, они сначала не поняли, куда их вообще завели и что с этим делать. Умывальники были исключительно на улице. Редками так стояли. Никаких, понятное дело, персональных душевых кабин не существовало. Так, вот нам сюда. Товарищ оператор, вы справляетесь. Добро пожаловать в поход в горы. Дело в том, что когда мы забрались вот туда наверх, там предстала несколько иная картина. Я даже сначала подумал, что это изделие из старых авиационных ангаров. Но потом я включил логику и понял, что это бред сивой кобылы. Никакие самолеты туда не влезли бы. Ну, просто я видел такие бетонные конструкции на Дальнем Востоке. Хотя они есть не только там. Они из шифера, и в них сделаны домики. И как мне объяснили, это вот был такой вариант отдыха уже для взрослых. То есть там детский лагерь, здесь взрослый. Ну, для таких нищебродских советских служащих. Но на самом деле хочу сказать, что с точки зрения советского человека это были очень даже вполне себе ну, не VIP, конечно, номера, но очень вполне. То есть я бы, например, когда мне там было, не знаю, 15 лет, если бы меня сюда поселили, я бы был счастлив до потери сознания. Привет. К морю. Вот это вот чистый сталкер. Вот это отдельные номера. Такие. Понятно, что никакого кондея, но они жду сторонние. То есть ты открываешь там окно, здесь открываешь дверь, и все. И тебе больше ничего не надо. Я вот сейчас живу в таком замечательном помещении в частном секторе. У меня очень благоустроенное отличное жилье. Один балкон с видом на горы, другой балкон с видом ну, не на море, правда, но на сам город Алушту. и все, я открываю обе двери и не нужен никакой кондея, потому что я кондея не люблю. Ну, и вот вы прикиньте, вы там живете, да, вышли вечером, ну, не знаю, там, покурить или со своей благоверной вот сюда. Ну, и чем плохо отдых-то? До моря, пожалуйста, в три минуты спускаешься. Да, пляжи там, кстати, все в камнях сейчас уже не приспособлены для того, чтобы спокойно и комфортно там плавать. А, а это, типа, сортир женский. Ну, и тут хотя бы так, понимаете, тут хотя бы есть слив, да, то есть понятно, что такая вокзальная система, но это всякое лучше, чем дырка в полу, как у нас было. Ну, и там еще какое-то здание. В общем, вот эти штуки они делали специально вот под такого рода жилье. Ну, дешево и сердито на самом деле, то есть, как бы, эти корпуса ничего не стоят. Я вообще хочу сделать, может быть, когда-нибудь пару лекций про двух французских архитекторов, которые вот по такому принципу строили сами себе дома, но они были, правда, более продуманные, но тем не менее, потому что французский климат позволяют. Вот я когда вижу, читаю там всевозможные, пойдем сюда, информация о том, что, ой, тут мятой пахнет. Чуешь? Боже. Да, действительно пахнет мятой. Да, летние домики. Пойдем сюда, поднимемся. То есть, там из каких-то отходов авиационного производства и прочее, но я понимаю, что просто вот такой климат он позволяет такие домики строить. А у нас там где-нибудь в Питере, попробуй такой построй. Ну, собственно, вот он. домик такой. Тут была занавесочка. Вот она сохранялась. Помните такие крокодильчики, да? Старые советские крокодильчики. Кто их не помнит? Не вешается обратно. Веппи мебель. Естественно, из древесно-струдочной плиты. всякие идиотские надписи, как обычно. Здесь спал алкоголик. пять литров пива, пять литров пива его в дрова не убило. Ну, прямо молодец. Может гордиться таким достижением. Вот 2011 год, кстати. 2013 год. Олимпийские пельмени, третья смена. 2013 год. Члены нарисованные. И всякое такое. Ну, пока ничего такого, чтобы у меня зацепило мой... Ты что-то аккуратное, на самом деле. Видишь, какой тут настил? Да, вот смотрите, как круто, да? То есть, ты выходишь, вот ты живешь, выходишь на такой балкончик, да? И вот тебе, пожалуйста, ну, блин, это же зашибись, ну, и хрен с ним, что нету. Кандия. Я, блин, вообще на этой, на скалках в палатке сплю. А иногда и без палатки, когда очень жарко. А тут он, пожалуйста... Господи, это нереально. Они из ДСП сделали, ну, пол. То есть, лаги деревянные и пол из ДСП. Ну, ясен красен, что он, блин, я просто чуть-чуть столяр, ты там не экспериментируй, на самом деле. Это небезопасно. Лиджит раковина, я сначала, потому что здесь была своя раковина, но это просто раковина. Это было бы слишком... Шила, брат, Ван Лов, самый лучший папа на свете, с любовью от Дюсюси, Дасюси. Почему такая, такая, такая убогость, фантазия? Крабик, Титаник, наш. О, смотрите. О! План культурно-массовой работы ДЗ Кристалл на четвертую смену 2014 года. Разная цветная фантазия. Ну-ка, давайте-ка мы почитаем. Ну, извините, это никому же не понадобится, да, поэтому я это возьму. Хоть какой-то документ мы и нашли, да. Итак, поехали. 09.08. Заезд, знакомство с Кристаллом. 20.30. Кристальные испевки. Дискотека 20.00. День знакомства на следующий день. Выборы культоргов, отрядов. 20.00. Вожатский концерт. Ну, вы, друзья, да, вожатые всегда готовили концерт. Я, как человек, игравший на гитаре и всякое такое прочее, меня все время припахивали к этому блудню. Надо сказать, что мне иногда даже стило, я там был, знаете, Local Star, местная такая звезда со своими всякими приблудами. Я помню, что мы с первым, вторым отрядом под моим руководством, меня как художественного руководителя и великого хореографа под песню Bloodhound Gang Larry Chain. Знали бы, знали, о чем там поется. Да, песня посвящена одной порно-звезде. Мы поставили танец. Танец, они там в таких, знаете, в трусах из простыней что-то там выплясывали. Это мне как-то во время футбола осенило. Но было смешно. Все ржали просто как кони. Так, соответственно, дискотека. Дальше. 11.08. День открытия. Торжественное открытие четвертой смены разноцветной фантазии. Ну вот в пионерском лагере торжественное открытие, конечно, происходило на линейке. У меня был даже опыт, когда я в одну из смен был председателем Совета Дружины. При этом ничто мне не мешало ходить за территорию лагеря в Каменогорск, там, значит, ходить к 16-летней вожатой и держать ее записочку в трусиках. Больше у меня тогда в 13 лет не хватало ни фантазии, ни умения. Но вот я был председателем Совета Дружины, и один раз я еще был знаменосцем, и пару раз я был барабанщиком. Кэмбол, кэмбол, старый барабанщик, кэмбол, кэмбол, старый барабан. Мне кажется, даже ежа можно научить этому ритму, не то чтобы меня. Так, вот торжественное открытие. Праздничная дискотека. Дальше, День танца. То есть, у них, видите, такие тематические дни. День танца у нас тут давно что. Пошли, посмотрим, что там. такое. Так, тематическая дискотека танцы народов мира. вот это интересно. Они, скорее всего, по отрядам распределяли, соответственно, какие-то народности и готовили эти танцы. Дальше, День искусства. Шоу-программа Art Studio. А, ну здесь, собственно, ничего увлекательного. Здесь просто очередной корпус и силовая станция и выход вообще отсюда к чертой бабушке. Бизон 20 век. Да. Мы здесь были, заезжали с той стороны, с трассы, я помню. Пошли. А, мы уже можем обойти с одной стороны, но так и неинтересно. Пойдем интереснее. Едем дальше. День искусства. Что это так? День музыки. Концерт Лейсе Песня. Ну, понятно, да? День именинника. Поздравляем детей. Столовый. Концерт. Кристальные поздравления. Только я, вот смотрите, у них очень странно. У них, вот на первой неделе все мероприятия только 8 часов. У нас, когда я работал в лагере, у нас уже были мероприятия и днем, а иногда и утром. Там всякие, блин, эстафеты, еще чего-то. Для младших отрядов одна тема, для старших отрядов другая тема. Была, кстати, такая вещь, когда старшие пионеры ходили, занимались с младшими пионерами. Было и такое. Так. Дальше. День именинника. Поздравляем детей с Толомом. Понятно? 16.08. Ярмарочный день. Ярмарка чудес. Вот, 16.08. Что такое ярмарка чудес? Значит, это, скорее всего, они делают, у нас такая тема была. Они делают какие-то поделки сами и затем их продают. Продают, естественно, не за деньги, а продают за какую-то там местную локальную валюту. Вот, смотри, какая милая скамеечка. Тут можно было тоже вечерком сесть, вот так вот, сесть, присесть, покалякать, покурить то самое пятое-десятое. Да, и вот, соответственно, какие-то фишки. Покупались за эти фишки и потом в конце эти фишки можно было на что-то обменять, там, не знаю, на полдник или там еще на что-нибудь. Родительский день. Ну, праздничный концерт. О, наконец-то, 11.30. Праздничный концерт для родителей. Ну, понятно, что все эти концерты, вот они, скорее всего, днем это все готовили. Дискотека 90-х. Это интересное пояснение. День семьи. Конкурс рисунка «Мама, папа и я». Ну что, полезли? Уй! Оператор пошел другим путем. Так, а где там? Вот там, по-моему, еще была тема. Вкусная, сладкая. Так, едем дальше. Рисунок «Мама, папа и я». 20.00. Семейное шоу. Дискотека. То есть, смотрите, 17.08. Родительский день. Ну, естественно, родители уж если сюда приезжали, то они, скорее всего, приезжали не на один день, они, скорее всего, где-то оставались. И вот у нас еще день специально для них и для родителей вот такой конкурс. В принципе, все очень грамотно продумано. Директор звонков А.Р. Между прочим, ну, молодец, еще директор. Вот, культ-организатор Кахута А.С. Молодец. Неизвестно, как это все выглядело в реале, конечно, но план хороший. Дальше. День ретро. Танцевально-вокальный квест ретро. 20.00 Стиляги шоу. Вау. Ретро-дискотека. То есть, там, соответственно, все наряжались под какие-то ретро штуки и приходили. 20.08. Совершенно неожиданный для данной местности день моря. Никогда бы не подумал, что он может быть, но он есть. День моря. 10.30. Аквашоу. Ну, вот, наконец-то, какое-то утреннее мероприятие. 10.30. Аквашоу. 16.30. Праздник Нептуна. О, вот это я помню. Значит, в праздник Нептуна, ну, во-первых, один раз я играл этого самого Нептуна, Нептуна. Значит, крайне важно было обязательно, ну, у нас были такие брызгалки, да, то есть, ты готовишь эти брызгалки, надо было забрызгать всех девчонок и обязательно кровь из носа их потом поскидывать. Ну, то есть, это причем, ну, как бы даже на это закрывались глаза, честно говоря, то есть, соответственно, вот там у нас, я помню, тоже веселый праздник Первомай. Вот здесь тоже домики такие странные, мы к ним залезем. Да, его, соответственно, поскидывать, ну, и купание, естественно, это все сопровождалось, праздник Нептуна. День творчества, шоу-программу Точь в Точь, дискотека, День талантов, конкурс красоты и таланта, блин, у нас был конкурс красоты среди девчонок и даже приезжал, короче, чувак, знакомый, чей-то, он был парикмахер, эгей, но, тем не менее, сделал все очень хорошо, очень все круто, девчонок всех напомажил, подстриг, привел в порядок, на дискотеку пришел, вот в таких вот, вот, соответственно, на таких вот платформах и на таких каблуках, таких вот, в обтягивающем таком, очень, короче, вот шура в молодые годы, вот реально, да, только с прической другой, так, где-то мы здесь были же, да, по-моему, здесь, да, вот тоже остатки былой роскоши, видите, стоят домики, пряники, мы тут посмотрели фильм, охренительный, называется, Шапитошоу, ну, он старый, я потом, когда начал гуглить, я спал, господи, это же тот самый чувак, который снял пыль, а пыль это было про, вот я жил в 2004 году в Москве, и я посмотрел этот фильм, вообще, Мамонов, это как бы был тогда пик, я ходил на его концерт, и вот пыль это было просто откровение для меня, да, как можно на простую видеокамеру снять такое крутое кино, оно не для всех, естественно, и вот он снял это Шапитошоу, охрененное кино, да, и вот там, ну, примерно такие вот штуки, хотя хочу заметить, между прочим, ну-ка, зайди-ка сюда, товарищ оператор, вы видал сосун вошанго, а, что тут есть, раковина, раковина, вот там, где мы с вами были, там никакой раковины нет, а здесь есть раковина, это большое достижение народного хозяйства, ну, тут это, ой, тут паутины, сюда них, там матрасы, да, вот, вот такая вот комнатка в обойках, вот они, вот эти, видит, кровати, вот они, это еще нормальная кровать, они же бывали еще продавленные такие, понимаете, вот они вот так вот тут на зиму складываются, все эти матрасы и прочее, то есть сначала, конечно, перед заездом в любой пионерский лагерь, туда засылается команда особо обученных граждан, они это все дело вытаскивают, сушат эти все матрасы, а вот из чего это все сделано, ну, собственно, деревянные постройки, оштукатуренные, а здесь уже другая структура, здесь вот этот местный песчаник, вот из которого тут не все, но добрые половины домов сделаны, так, чем же она заканет, так, таланты, дальше, конкурс красоты и таланты, мы ищем Золушку, мамочки, мы ищем Золушку, дальше, квест в гостях у сказки, мультконцерт Парус, естественно, вечером, каждый день вечер дискотека, дальше, день красоты, вот, конкурс красоты и таланты, мисс Кристальная Диадема, мисс Кристальная Диадема, это огонь, день богатырской славы, квест сокровища змея Горына, ну, то есть, там уже пацаны, пацаны, соответственно, доказывали всем и вся, что они самые крутые, пойдем сюда, да, Горыночек, конкурс, богатырь Кристалла, ну, соответственно, ублажили девочек, надо ублажить мальчиков, а это, судя по всему, тоже какая-то, здесь уже не отдыхающий жил, а какой-нибудь, даже не жил, скорее всего, а просто у него была какая-то подсобка местная, 27-08, день космоса, неожиданно, Спартакеада, космические старты, тематическая дискотека, мы Дети Галактики, день закрытия, торжественное закрытие сезона, праздничный концерт, костер, фейерверк, но костер всегда отъедет, соответственно, смена длится с 0,9-8 по 29-8, ну и все, то есть это получается раз, два, практически три недели смена, как оно изведено, все это пошло по одному женскому половому органу, как, собственно, и многие другие детские озарительные лагеря, тот, в котором я работал, я там не был с тех пор, но, говорят, его выкупили то ли Матвеюха, то ли кто-то аффилированный, то ли аффилированный с ее структурами, сделали там, естественно, Кудэджин поселок, потому что это Лосева, это одна из самых блатных территорий Ленинградской области, там очень круто, не так круто, как здесь в Алуште, но там есть свои прелести, на самом деле, здесь УТП вообще Крыма всего, то, что здесь практически нет комаров, ну, то есть, я на третьем этаже сплю с открытыми окнами, я купил себе этот фумигатор зачем-то, он мне не понадобился, то есть, вот, к сожалению, в Ленинградской области с комарами все прекрасно, все прекрасно и все чудесно, поэтому, но там своя природа и там свой воздух, здесь вот он, он тут тоже сосновый запах, но он немножечко другой консистенции, там же все прекрасно и вот я, когда сейчас в Сестра-Реске бываю, меня, конечно, нахлынивают воспоминания про мое детство, вот этот вот аромат, смесь морского и соснового воздуха, ну, вот это вот такой вот у нас выпуск, довольно странный, ну, для меня странный, да, то есть, вам никаких вам там я не показал, ионических колонн, не рассказал ни про какого выдающегося архитектора, не поведал ни одной какой-то там байки, ну, за исключением Стахеева, но про Стахеева, конечно, надо все-таки в Москве рассказывать, тем не менее, мне было интересно здесь оказаться и прогуляться, неизвестно, что с этим дальше будет, сами смотрите в интернетах, а я думаю, что мы здесь сходим еще в несколько мест, точно так же заброшенных, и чего-нибудь там поснимаем, дабы вам было чем занять себя на досуге, а мы вот так вот закольцевали наш маршрут, вышли примерно туда, откуда мы стартовали, стартовали мы вот оттуда откуда-то, насколько я могу понять, вот, собственно, здесь мы с вами, наверное, и распрощаемся, я вам хочу напомнить, что в моем родном городе Петербурге идут экскурсии, осенью их количество заметно уменьшится, ну, по понятным причинам, потому что холодно, в Москве я вот наездами такими бываю, то есть, там, 4-5 экскурсий провожу, и там вот, ну, полные аншлаги, я сейчас буду думать, что с этим делать, на самом деле, потому что желающих гораздо больше, чем вместимость, я и так там, конечно, раза, наверное, в полтора, в два превышаю допустимую норму, в принципе, по моим личным представлениям, но настолько много желающих, и поскольку у меня есть аудиосистема, которая позволяет как-то ходить даже толпой, пока вот так, дальше будем думать. Вся эта информация есть у меня на сайте в группе ВКонтакте и на странице в Инстаграме, и, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Петербурга и Москвы. Я, естественно, хочу прочитать несколько лекций про Ленина Борисовича Красина, менеджера-террориста, несколько лекций из серии романов без соплей, может быть, если хватит потенции про модернизм для чайников, про моего любимого мисс Ван Деро, и, может быть, про Фрэнка Райта тоже, и про Корбюзье с Бальтером Гропиусом. И, если раньше это все происходило в каких-то библиотеках и прочее, то сейчас, я боюсь, особенно в Москве, библиотека на проспекте Кутузова может просто не вместить всех желающих, которые могут прийти. Поэтому, если у вас есть какие-то возможности, предложения и пожелания, на любых условиях, начиная от аренды, заканчивая взаимовы какими-то выгодными сотрудничествами, либо просто вы владелец и можете нас пустить туда, то, пожалуйста, не пишите, обращайтесь, я с удовольствием рассмотрю все варианты. Понятно, что можно это все делать самостоятельно, но практика показывает, что если обратиться, то всегда что-то оно само придет. Вот, на этом все. С вами был гид, да, ну, вот такая, у нас была проходочка, гид Павел Перец, комментарии вот туда. Увидимся, думаю, здесь уже еще не последний раз, но и на севере нашей страны в том числе. Пока!